По прогнозам экспертов, мировой объем индустрии киберспорта может превысить в 2020 году полтора миллиарда долларов. Как это направление развивается в Беларуси? Кто поддерживает наших спортсменов? Об этом нам рассказывают гости Антон Бладик, заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту. И Сергей Воронович, СИО, не Мига Гейминг. Сергей, сразу как СИО сказать простым? Генеральный директор. Генеральный директор, пожалуйста. Очень просто. Если вы работаете на каком-то заводе, знайте, что вы СИО какого-то завода. Мало ли что. Очень хорошо. Ну давайте все-таки поговорим уже про киберспорт, такое масштабное что-то огромное. А в нашей стране, Антон, на каком уровне находится киберспорт? Ну, вы знаете, наверное, здесь двоякое мнение, можно сказать. Радует то, что в нашей стране киберспорт есть, но в основном это все-таки пока занятие энтузиастов. Поэтому я бы сказал, что мы находимся только в начале пути, в таком зачаточном состоянии. Потому что есть энтузиасты, есть команды, и та же не Мига Гейминг, и иные команды. Есть неплохие спортсмены, которые, к сожалению, играют за команды других стран. Наши белорусы там. Наши белорусы, да. Поэтому я бы сказал, что рынок, он очень фрагментирован, очень сегментирован, и единения нет. У меня, кстати, я, вы знаете, я сам не сильно слежу эту ситуацию, но у меня есть друзья, я из-за них знаю такие слова, как Na'Vi. Они постоянно смотрят какие-то контр-страйки и так далее, из телефонов. Да, тоже знаешь? Как сервис ВОКа собирается в этом всем деле участвовать? Как помочь? Ну, я думаю, что здесь есть несколько направлений развития, и как и о любом спорте, о нем нужно информировать. В данном случае сервис ВОКа показывает и стриминг различных мероприятий. Более того, мы и организовывали некоторые соревнования. В рамках ВОКа-лиги были соревнования и по контр-страйку, и по доте, и по киберфутболу. И это было не только соревнования для любителей. По киберфутболу, например, играли болельщики клубов. Они играли за свои клубы, представляли цвета, защищали цвета клубов белорусского чемпионата, что тоже было интересно. Но и, скажем, профессиональные игроки, те же игроки не мегадейминг, тоже принимали участие. Поэтому интерес есть. Мы видим, что есть как у аудитории, так и у спортсменов. Дело за малым консолидировать это и наладить взаимодействие между регионами, между любителями в районах. Потому что киберспорт, он не привязан к столице, либо к областному центру. Играть можно где угодно, благо, что инфраструктура в стране позволяет. Мне понравилось. Дело за малым оставить, осталось наладить работу во всех регионах. А мне понравилось, что играешь, и вот такие вот масштабы случаются. А вот расскажите подробнее про Белорусскую Федерацию компьютерного спорта. Это вот что такое и зачем она была создана? Ну, вы знаете, наверное, в первую очередь Федерация была создана для того, чтобы придать энтузиастам и дать возможность любителям площадку для диалога. Кроме того, нашей целью стоит признание киберспорта действительно видом спорта. Как это происходит в странах ближнего и дальнего зарубежья. На сегодня в мире более 65 стран уже признали компьютерный спорт спортом, официальным видом спорта. И мне кажется, что для того, чтобы данное направление получило соответствующее развитие, здесь нужно все-таки не только подход энтузиастов и любителей, но здесь нужен подход как тех компаний, которые готовы поддержать. А в данном случае компания А1 имеет опыт работы и в Австрии, и в Болгарии. Есть Адриатическая лига, которую делают наши коллеги. Нам есть, что привнести сюда с точки зрения опыта. Плюс, не буду скрывать, мы достаточно крупный бизнес, и мы готовы поддержать это, в том числе и на энтузиазме, то направление, которое нам на сегодня видится перспективным, потому что нас не интересует какой-то небольшой краткосрочный доход от инвестиций в данное направление. Мы действительно хотим дать правильный толчок и направление к развитию того спорта, к взаимодействию с той аудиторией, которая сегодня, это 14-20 лет, но в будущем она подрастет и станет, в том числе и нашими клиентами. Поэтому для нас это достаточно большой долгосрочный проект. Мой 23-й брат, он теперь спортсмен официально у меня. Да, я вот тоже думаю, что... А не просто сидит там что-то делать. У меня брат спортсмен, может означать, что придет человек и выиграет вас в Counter-Strike. Сергей, скажите, пожалуйста, по поводу команд. Не Мига Гейминг, а это единственная команда в нашей стране. Это The Best of the Best или есть у вас какие-то конкуренты? Как команды формируются? К сожалению, на данном этапе мы действительно единственная профессиональная команда. Есть очень большая нехватка кадров в нашей стране. И, соответственно, очень мало... Даже здесь кадров не хватает? Ну, к сожалению, да. И в нашей стране не так много компаний, которые готовы поддержать данное начинание. И, соответственно, неоткуда им образоваться, да, потому что это довольно затратная часть. То есть там имеется компьютера, какие-то буткемпы, тренеров и тому подобное, какие-то зарплаты, потому что, ну, кушать за что-то надо и тому подобное. Команды мы стараемся развивать, да. У нас есть и Немига, и Зорка. Это академия, да, куда мы набираем... Зорка? Зорка, да. Куда мы набираем, как бы, молодых ребят. Вы ходите там ювелирных украшений охотите? Вы ходите так, да. Мы по всей Беларуси ищем неограненные алмазы. Ой, красиво. И пытаемся, как бы, ну, проявить их, чтобы они доросли до первой команды. Тяжело, но справляемся. К нам приезжают люди с разных уголков Беларуси. Это целый, очень сложный процесс, в котором задействованы и психологи, и тренера, которые отсматривают игры этих молодых ребят. Ну, и достойных, конечно, мы приглашаем. Это очень серьезно. Вот что скрывается. Многие думают, просто в компьютер играются там себе и все. А там, на самом деле, друзья, видите, спорт, это по-настоящему спорт. Вот набор специалистов. Расскажите про крупные турниры, которые проходят, может быть, в нашей стране, либо вне нашей страны, но наши ребята там участвуют. К сожалению, похвастаться тем, что в нашей стране проходят какие-то очень крупные турниры, мы не можем, да, но действительно проводят чемпионаты мира. Проводят мейджоры, проводят вот ВЭСК, World Electronic Sport Games, да, то есть, как бы, это очень масштабный чемпионат с очень большим призовым фондом, там, по 800 тысяч долларов на одну дисциплину только. И мы также принимаем участие. А что ты думала? 800 тысяч долларов, простите, я в шоке просто так. Он проводится уже на протяжении трех лет последних, и, слава богу, мы участвовали в каждом из этих отборов. Почему говорю слава богу? Потому что из-за того, что мы очень маленький регион, так выходит, что нас объединяют с другими регионами, в которых мы должны пройти эту квалификацию. В прошлом году команда по доте прошла по квалификации среди 20 стран Восточной Европы. Да, то есть, во-первых, чтобы туда попасть, была огромная конкуренция. Потом, когда мы прилетели в Китай, там уже было собрано 24 лучших команды мира. Мы заняли 9 место. Все же это, наверное, хорошо, чем плохо, потому что, я говорю, учитывая этот дефицит кадров, учитывая, что у нас нету какой-то уже отработанной школы, то есть, как бы, нету каких-то очень больших результатов, я считаю, что ребята большие молодцы. В этом году, вот буквально два месяца назад, команда по Кондра-Страйку тоже прошла на чемпионат мира. Из-за коронавируса его немножко перенесли, но мы вот ждем, что опять полетим на чемпионат мира и опять будем чисто лет нашу страну. Приятно, что вот такое вот дело, которым ты занимаешься каждый день, приносит тебе удовольствие, а потом еще и какие-то результаты, а потом еще и финансово как-то тебя могут обогатить. Да, друзья, напоминаю, что сегодня еще и день милиции, поэтому если вы будете играть в Кондра-Страйк, то, пожалуйста, против террористов сражайтесь. Сегодня массово устроим такой флешмоб. А мы говорим огромное спасибо нашим гостям. У нас сегодня были Антон Владик, заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту, и Сергей Воронович, генеральный директор, он же CEO, как принято говорить, не мегагейминг.